В образовательных учреждениях Ненинского округа появятся службы примирения. Вопросы развития сети служб медиации в образовательных организациях обсудили в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ненинском округе. Работа по развитию служб примирения организована в рамках реализации основных направлений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Метод медиации заключается в том, что для сглаживания конфликта двух и более сторон привлекается посторонний человек. с нейтральным отношением к сторонам конфликта. Такая технология позволяет налаживать здоровые взаимоотношения между людьми. Задача медиатора – помочь ребенку адекватно осознать случившееся, сделать так, чтобы он захотел понять своего оппонента. Именно те конфликтные ситуации, когда учитель просто отказывается идти на контакт с родителями, отказывается встречаться с родителями. У меня было обращение к руководителю образовательной организации, чтобы была организована встреча с преподавателем, с родителями в моем присутствии, чтобы решить этот вопрос и эту конфликтную ситуацию. Руководитель написал, что он считает нецелесообразной эту встречу. Руководитель такое вот решение принял. А в результате страдает ребенок, и в результате конфликт не исчерпан. И на сегодняшний день остается очень острый вопрос о профильном обучении данного ребенка. Как показал мониторинг работы служб примирения, выполненный профильным ведомством, сегодня службы медиации в НАУ существуют в зачаточном виде. Однако ресурсы для запуска таких служб в образовательных учреждениях есть.